Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный и полезный компот из фейхоа. А главное, что он делается легко и просто. Посмотрите, какой он красивый. Сначала берем фейхоа и перекладываем ее в блюдо. Кстати, да, фейхоа это она. Теперь моем ее под краном. Не знаю, продается ли у вас в городе фейхоа, но у нас она есть практически в каждом супермаркете и даже на рынке. Так что купить ее не составило никакого труда. Думаю, что фейхоа привозят во все города, нужно просто хорошенько поискать. Перекладываем фейхоа на разделочную доску и срезаем с нее вот такие вот маленькие хвостики. Они нам не пригодятся, их можно выкинуть. Я уже несколько дней назад выложила этот рецепт на своем канале в Яндекс.Дзен. И многие писали в комментариях, что фейхоа очень полезна людям с недостатком йода в организме. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Я не знаю, насколько правдива информация, но ягода в любом случае полезная. Кстати, ягода или фрукт я так и не поняла. Срезали с фейхоа все хвостики и теперь нам понадобится блендер. Просто сваливаем туда все наши ягоды или фрукты, закрываем блендер крышкой и измельчаем на максимальной скорости до состояния кашицы. Сейчас все покажу. Да, кстати, если блендера у вас нет, можно воспользоваться мясорубкой или измельчить фейхоа любым удобным способом. Главное получить кашицу. В принципе, если очень хочется, можно сварить компот и из целых ягод. Главное потом взять ступку и размять ягоды уже в готовом компоте для того, чтобы забрать от них максимум вкуса. Посмотрите, что у меня получилось. Настоящее пюре из фейхоа. Теперь берем небольшую кастрюлю и перекладываем наше пюре в нее. Все дело в том, что компот из пюре будет вариться намного быстрее. Нам нужно будет всего лишь довести его до кипения, прокипятить ровно минуту и выключить. Если мы будем варить компот из целых ягод или фруктов, то варка займет немного дольше времени. Теперь добавляем к нашему пюре сахар и заливаем все это дело водой. Воду, конечно же, лучше брать не из-под крана, а хотя бы фильтрованную, а лучше родниковую. В общем, ту питьевую воду, которую вы привыкли пить. Ставим компот на огонь и варим до закипания. Да, не забудьте, пожалуйста, его хорошенько перемешать. После того, как компот закипит, его нужно прокипятить ровно минутку, выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать ему настояться хотя бы минут 15-20. Теперь готовый компот можно переливать уже в красивые кувши. Это делается для удобства, чтобы было приятно пить. Ну и, кстати, готовый продукт нежелательно хранить в посуде из нержавейки. Вот такой красивый, а главное, очень полезный компот у нас получился. Приятного вам аппетита!